Такие моменты понятны. Велодвижение в Нефтьюганске набирает обороты. Многие приехали на старт с семьями. На пробег первый раз. Мы каждый вечер, ежедневно, практически при возможности, если погода нам позволяет, занимаемся велоспортом. Ну а почему не бег, почему не пить? Ну, мы считаем, что железные кони – это лучший друг. Мне кажется, у нас такое активное движение. Сейчас велоспедистов с каждым годом все больше и больше становится по городу. Идея общего велопробега с призами от Артура Ганиева. Активисту удалось выиграть грант в городском конкурсе молодежных проектов. Сегодня он еще и велокомиссар. Наша задача – обеспечивать безопасность велопробега. Мы будем смотреть, чтобы все участники ехали в два ряда и не отставали друг от друга, ехали с организованной колонной. Два ряда нужно ехать, потому что перекрыта только одна сторона дороги. По второй будут ехать автомобили. Отрадно видеть, что с каждым разом вас становится все больше и больше. И самое главное – вредных среди вас нет. Сегодня дождь обещает только к вечеру. Разрешите мне от председателя Думы города Нефтьюганска Николая Ефимовича Цибулько, от всего депутатского корпуса, поздравить вас с этим спортивным праздником. Пожелать вам удачи, успехов, теплого лета и хорошего настроения. Маршрут проходил по центральным улицам города. Протяженность чуть больше пяти километров. На всякий случай колонну замыкала скорая помощь. Полчаса и первые двухколесные показались у финиша на лыжной базе. Большинство участников катаются постоянно, поэтому велопробег дался легко. Виктор Полховский ехал с компанией друзей. Со своими друзьями по биатлону и так в классе, который уже сошел. Лучше в команде, с поддержкой можно же, пока едешь, разговаривать. Самые, что ни на есть, большие эмоции. Спасибо за призы. Все отлично, настроение хорошее. Мне кажется, он объединяет всех людей, массовые забеги, организация. Вместе с семьей прокатиться даже. Велосипедные призы получили все участники пробега после награждения спортивный праздник.